Болото на детской площадке, а во дворе провалившийся грунт и брусчатка. Так выглядит новый жилой комплекс комфорт-класса на улице Свердловской. Дом сдали в ноябре прошлого года, а уже в марте у жителей начались проблемы. На стенах плесень, на полу лужи, но обращения в разные инстанции пока не помогают. Есть ли шанс, что комфорт люди все-таки получат, разбирался Григорий Горячих. И таких участков можно по всей парковке найти очень много. Плесень буквально захватила подземную парковку элитного дома. Дарья планировала жить в комфорте, для этого купила квартиру в новостройке. Но на деле все оказалось совсем по-другому. Дом сдали только полгода назад, и уже спустя 4 месяца у жителей начались проблемы. Вместе со снегом стала исчезать земля, а подъезды и подземную парковку затопило. С дождями ситуация только усугубилась. Прошел небольшой дождь, вот лежит вода, вот она скапливается. Большое количество воды можно найти не только на полу, но и на стенах. Из-за большой влажности на потолке уже появились трещины. Затопило не только парковку, но и кладовые, которые тоже находятся на цокольном этаже. Там остались мокрые следы на потолке и вода на полу, которая продолжает капать. Как только они узнали, что вы к нам приедете, в оперативном порядке приехали ребята и все нам здесь закрасили. Но все закрасить все равно не удалось. Плесень на потолке, как и трещины, продолжают пугать жителей. К нам приехали и просто покрасили стены. Естественно, причину они не устранили. Что будет дальше, мы не знаем. То есть, наверное, все-таки мы пойдем в суд, потому что закрасить стены штукатуркой – это одно. А в следующий дождь он снова все проявит и все будет то же самое. Да и потеки на стенах никуда не делись. Пытались к нашему приезду подтереть и воду, да только ее так много, что убрать все, видимо, не смогли. Одно место на этом подземном паркинге стоит 1 миллион 500 тысяч. И мы видим, как за эти деньги рядом с Форт Мондео припарковалась большая лужа. В том-то и дело, что парковки стоят по полтора миллиона. И такое отношение, такие лужи здесь. Переживания есть в том, что на самом деле машины сгниют. Машины дорогие, практически, вы посмотрите, по всей парковке такие моменты с ржавчиной. Проблемы есть и во дворе, и на детской площадке. Посредине двора у нас настоящее болото. Даже вот газон не растет. Водостоки сделаны так, что вся вода стекает прямо на детскую площадку. И никаких ливневок по проекту, видимо, не предусмотрено. И теперь дети вынуждены гулять рядом с болотом. Мы рассчитывали на комфорт. А в итоге мы получили болото посреди двора. С детьми гуляют, тут даже запах затолклости уже. Потому что эта вода стоит даже в теплые дни. Дети гуляют по этой площадке, нюхают это. А грунт во дворе, который просел еще в марте, полностью уничтожив лестницы, до сих пор выглядит как в фильмах ужасов. Там несколько месяцев лежит брусчатка, но класть ее, видимо, никто не собирается. Появлялись небольшие трещины, начала съезжать брусчатка, начались провалы. И становится все хуже и хуже. Дожди начинают размывать, брусчатка начинает еще глубже уходить. И, конечно же, это все уходит в парковку. Это то, что мы увидели с вами до этого. Жители несколько раз обращались к застройщику и управляющей компанией. Но только после массовых жалов в стройнадзор, который сделал предписание подрядчику убрать все недочеты, там признали свою вину и пообещали все исправить 1 августа. Сегодня во дворе действительно появились рабочие. Они разбирают брусчатку и пытаются сделать новые стоки, чтобы вода больше не попадала в цокольный этаж. Жители очень надеются, что это поможет, но не понимают, почему нельзя все нормально построить с первого раза. Григорий Горячих, Иван Нечаев, 7 канал.